Добрый вечер дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы День Люди События сегодня говорим о событии 2 декабря. Трих пролетний Аничков мост, один из самых известных мостов Санкт-Петербурга был построен в 1715 году, на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. Своё название он получил от примыкающей к нему Слободы, построенной полковником Аничковым. Сначала мост был деревянным. Однако в 1726 году его перестроили в подъемной, и он долгое время служил караульным местом, где проверяли паспорта улиц, въезжающих в столицу. Первая крупная реставрация моста была проведена в 1741 году послучая визиты персидского посла ко двору Елизаветы Петровны. Во время царствования Николая Первугой были проведены очередные реставрационные работы. Мост был украшен четырьмя аллегорическими скульптурами работы Петра Клота, в которых запечатлена победа человека над дикой силой. Первая скульптура изображает вздебленного дикого коня, который повергает на землю юношу. Вторая – юношу стоящего на колени и сдерживающего коня. Третья – стоящего юношу и сдерживающего уздой все еще разгоряченного коня. В четвертый изображен триумф человека, покорившего дикую стихию. Скульптурные композиции были вылеплены из гипса и окрашены под бронзу. 2 декабря 1841 года Аничков мост был торжественно открыт. Три пролета моста были перекрыты каменными арками, а узор литой чугунной решетки с изображениями русалок и морских коньков скопирован с решетки дворцового моста в Берлине, построенного известным архитектором К.Шинкелем в 1820-х годах. В последующие годы мост еще не раз реконструировался и реставрировался. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.